Здравствуйте, уважаемые подписчики! С вами Антон Самсонов, PJ Fellow Golf Professional на самом популярном канале о гольф-советах. И благодарю за ваши ожидания. У нас были детские смены в Милкрик, у нас новый проект в Ашхабаде, поэтому приходится очень много летать, но ваше терпение окупилось. Сейчас мы разберем с вами ролик про 5, а может быть даже и больше, советов о том, как сэкономить себе много-много ударов на гольф-поле. То, что я мечтал бы, чтобы мне рассказали раньше. Мы с вами в городе Всеволос, Калининградская область, гольф-клуб Милкрик. Пар 4, очень длинная девятая лунка. Мы видим, что с левой стороны у нас вода, но на самом деле она нам не страшна, потому что большая часть людей что делают? Слазь, и мяч летит вправо. Давайте разберем, что же лучше всего сделать. Вы ставите свой мячик на кишечку, вы готовитесь к удару, все вроде бы хорошо. И что у нас происходит? В момент ответственности вы начинаете зажиматься, ваши плечи начинают сужаться, делаете замах вы достаточно резко. О чем здесь говорить? О каком широком махе, про которое было предыдущее видео, которое мы снимали. 5 ошибок на драйвере. Получается, что нам нужно и сохранить какой-то равновесие, и сделать широкий замах, и еще и легко ударить. Легко сказать, да сложно сделать. Как мы это будем исполнять? Прицелившись, я хочу, чтобы вы подняли клюшку вверх над мячом, и два раза сделали движение только кистями. Пожалуйста, не локтями, не резким подниманием, а именно кистями. То есть, для того, чтобы вы что? Вы их немножко расслабили. Если вы их расслабили, значит, клюшка придет не открытая, а более ровная, закрытая, и мяч полетит ровно, может быть, даже и дро. Поэтому прицелились, приподняли клюшку, два раза сделали мах, чтобы расслабить руки, после этого поставили клюшку на землю, и ваш удар будет значительно легче. Раз, два. И у вас будет ровненький, красивый удар по центру фарвея. Ну что же, неважно, если мы попали с вами в раф или на фарвея. Следующий момент, который вам необходим, это понимание дистанции и то, куда прицелиться. Вы должны замерить дистанцию до флага и понять, можете ли вы туда добить. То есть, мы должны посмотреть, вот он наш флажок. Слева у нас там раф, высокая трава, бункера, справа то же самое, а перед ним еще и вода есть. Если вы понимаете, что вы взяли, например, девятку и десять ударов сделав, вы попадете только там два или три на грин, то, наверное, это или не та клюшка, или не тот тип удара. Вам нужно будет разбить его на два элемента. Подбить к воде, а потом сделать хороший точный навес. Именно поэтому короткая игра – это важный элемент. Поэтому первый момент – знать свою дистанцию. В моем случае, моя задача – вспомнить, куда мои мячи чаще всего уходят. Я могу не добить и немножко вправо. Поэтому, я должен минимизировать эти аспекты, прицелившись чуточку-чуточку левее буквально флажка. Плюс еще и ветер. Следующий момент, третий. Когда вы здесь прицелились и собираетесь сделать мощный удар, мы явно не хотим с вами что? Остаться позади или где-то вот так вот сделать удар. Нам необходим перенос вес. Я же должен правильно прийти в мяч по нисходящей траектории, создать компрессию. По факту, я должен прицелиться, как будто я целюсь впереди мяча. То есть, где вот расположена вот эта тишка? Чтобы создать нисходящую траекторию. Помните, самый лучший удар, вы должны попасть в мяч и трава выбивается после мяча. То есть, эту тишку после удара с мячом я должен задеть. Наш идеальный аспект – это вы сделали разворот и клюшка последняя, что касается мяча. Мы говорим это во многих видео. Пожалуйста, обязательно посмотрите. Итак, я попробую сыграть правее флага, чтобы не оказаться в левом бункере, ни в правой, ни в высокой траве. Переносим вес, бьем по нисходящей траектории. Тишка как будто впереди. В прямом смысле смотрите перед мячом. Это позволит вам создавать правильный удар. Итак, последний взгляд и делаем удар. Четвертый и самый важный совет – это то, что вы должны уметь играть чуть ли не всеми тремя клюшками. Вы должны выбрать тот удар, который вам больше всего нравится и который больше всего у вас получается. А значит, не нужно выпендриваться с крутыми навесами, флопами. Сейчас я буду бить просто, часто. Нужно взять паттер и сделать удар. Здесь нить 650 дублей, поэтому посмотрите, я делаю удар к флагу. Да, я, может быть, перебил, но я нагряну. Если бы я взял сэнд или девятку, то я мог бы что сделать? Слишком саккуратничать. И таким образом у нас эти удары очень часто или топ получается, они укатываются, или мы не добиваем. Поэтому у вас должно быть четкое понимание того, что вы ускоряете этот мяч. Поэтому лучше всего взять девятку, вспомнить, что вы как будто держите паттер в прямом смысле слова и сделать движение один в один, как паттер. И просто закатываем к флажочку. Раз, два. Все, как обычным паттером. Вот, пожалуйста, результат налицо. Поэтому, если у вас очень ответственный удар, и вам важен счет или паттер, или девятка, и просто его закатываем как можно ближе к грину. Когда вы пришли на грин и начали вот здесь вымерять брейк, это уже поздно. Ваша задача при подходе к грину уже анализировать его, проводить типографическую съемку. Вы уже должны увидеть общий рельеф. Я вроде бы и понимаю, что он слева направо, а вдруг вы что-то здесь спрятали. Отойдите, как во многих других видео мы говорили, посмотрите этот брейк хотя бы с двух сторон. Затем название мяча вы ставите по направлению желаемого брейка. Вы также должны отойти посмотреть. И финальный аспект, это все входит в пятый совет, самый важный. Вы должны немножко перебить. Потому что, если я сейчас все выверил, и делаю вот этот удар, и немного не добиваю, но я был по линии, например, это еще больший негатив, чем если бы я перебил. Поэтому ваша задача всегда целиться позади мяча. Мы хотим по-хорошему немножко перебить, тогда перед самым ударом он не остановится, как у меня сейчас. То есть я прицеливаюсь, но я вроде бы бью, но немножко аккуратно. И в итоге у меня мяч или не докатится, или где-то повернет. Помните, вы всегда должны перебивать мяч. Поэтому все упражнения очень часто заточены на то, чтобы вы перебивали лунку. Вам нужно забивать, а не промахиваться. Ну что же, вот они, пять советов, которые сэкономят вам очень большое количество ударов. Первое. На драйвере вам необходимо расслабиться. Легко сказать, сложно сделать. Несколько раз проверили кисти и с легкостью сделали удар. Второе. Вы должны точно узнать дистанцию и понимать, куда у вас разброс, чтобы вы играли по минимальному аспекту возможных проблем. Третье. Мы всегда смотрим впереди мяча, чтобы компрессию вы создавали и выбивали с земли. Четвертое. Иногда нужно сыграть паттером, даже с френча. Да, из рафа это не получится, и там нужно взять девятку и как паттером подбить. Просто быть на грину. И пятое. Мы анализируем с вами паттинг-брейк уже задолго до того, как вы сюда пришли. И всегда стараемся с вами лунку перебить. С вами был Антон Самсонов. Улучшайте свою игру вместе со мной, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и приезжайте, конечно, на наши гольф-сборы в Москве, в Турции, в Питере. Буду рад вас видеть. До новых встреч!